Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Весь апрель я рассказываю вам про обработку теплицы. Я рассказывала, как можно помыть стены теплицы фитоспорином, марганцовкой, как можно протравить грунт медным купоросом, раствором марганцовки. Но вот сейчас я плавно дошла до обработки от вредителей. Когда я вам рассказывала про серную шашку фаз, я уже говорила, что есть универсальные средства, которыми можно обработать сразу и от болезней, и от вредителей. Потому что во всех первых случаях мы обрабатывали отдельно. Мы обрабатывали теплицу только от болезней, и нам нужно было, чтобы полностью комплекс всех мер весенних сделать, нужно было обработать от вредителей. Но вот есть шашки, которые убивают сразу и вредителей, и болезни. Но я снимала отдельное видео, в котором всех предупреждала, что для теплиц вот такие серные шашки, они имеют свои недостатки, потому что они убивают не только вредные микроорганизмы в теплице, но и полезные, что нужно применять ее желательно до внесения удобрения, перегноя, и за две недели вообще до посевов, что после обработки шашкой нужно заселять туда полезную микрофлору, то есть еще фитоспорином поливать или какими-то другими биопрепаратами, что металлические каркасы теплиц при обработке серной шашкой, они окисляются, их быстрее будет поражать коррозия. В общем, недостатков у нее много, еще она очень вредна для человека, и с ней работать нужно с большой осторожностью. Но что же делать, если мы все-таки хотим уничтожить всех вредителей, таким, можно сказать, быстрым способом. Шашка – это самый менее трудоемкий способ, не нужно лейки носить, поливать, растворы. Есть такое средство, я вот специально сегодня купила, съездила, потому что я в капустной, там где сеяла капусту, во время посевов обнаружила, что там очень много каких-то червячков, мошки, муравьи, она так густо населена расти этими насекомыми, что я решила все-таки обработать. Но шашкой я обрабатывать серной не стала, потому что я вам сказала, что ей я буду обрабатывать потом теплицу, где нет грунта. Ей нельзя обрабатывать, где есть растения, а в той теплице я все-таки уже посеяла капусту давно и посеяла редиску. И я подозреваю, что там, в грунте, они уже взошли, и, возможно, уже росточки на подходе. Так что я боюсь погубить растения, вот с серной шашкой они убьются. Поэтому я выбрала более подходящий для меня вариант. Давайте прочитаю вам. Табачная дымовая шашка вулкан для обработки теплиц и овощехранилищ. Почему я выбрала именно ее? Потому что эта вот шашка, она убивает всех насекомых, но обрабатывать теплицы можно даже с растущими растениями. Видите, вот на этикетке уже колышки, томаты и вот этот дым. Сейчас я вам прочитаю подробную инструкцию. Я думаю, что многие остановят выбор именно на такой шашке, а не на серной, которая очень-очень жесткая. Написано для борьбы плодожорка, жуки-пилельщики, потом листовертка, белокрылка, паутинный клещ, трипсы, тли и другие вредители в период вегетации. Вот сейчас, когда в теплице становится тепло, я сразу повторюсь, что обрабатывать, например, от болезней мы можем даже в прохладной теплице, но отмыть поликарбонат, например, там землю поливать, то убивать вредителей нужно при температуре более 12 градусов. До этого показателя специалисты не рекомендуют, скорее всего, потому что вредители, наверное, еще где-то спят глубоко в земле, а вот когда выше 12 градусов тепла в теплице, они начинают просыпаться, выползать наружу, и вот при посеве редиски и капусты я увидела огромное количество насекомых. Читаем инструкцию и назначение, вообще все, что нужно узнать об этой шашке, потому что тут написано новинка. Я вот про гефест слышала, а вулкан я такого даже на с вами не слышала. Читаем. Для дезинфекции парников, теплиц и овощехранилищ. Состав. Табачная пыль, запальник, стабилизатор, горение, фитиль. Меры предосторожности. Шашку хранить в сухом месте, производить рожек вдали, при попадании табачной пыли в глаза промыть. Вот это я читать не буду. Табачная пыль предназначена для борьбы с насекомыми, вредителями в теплицах и овощехранилищах. Тля, медянница, листовертка, белокрылка, паутиный клещ, трипсы, капустная моль, картофельная моль, томатная моль, овощные мухи, корневой клещ, луковый трипс и многие-многие другие. Также табачный дым способствует росту и укреплению растений. Овощехранилищах замедляет распад хлорофилла, продлевает срок хранения. Так, это мы всё прочитали для профилактики. Инструкция. Занести шашку в парник, теплицу, овощехранилище, установить, ну как всегда, на несгораемую поверхность, зажечь, покинуть помещение, после полного сгорания залить воду залой, всё. Вот главное, на что хочу я обратить ваше внимание, что, во-первых, она состоит, вот эта вот табачная шашка, именно из тех же веществ, которые мы применяем летом при обработке грядок. Многие покупают и махорку, и табачную пыль, и рассыпают на бороздки, между бороздками, на междуряде, вот действительно от этих, от луковых, от морковных мух, ой, мух. Ещё многих волнует белокрылка в теплице. Вот эта шашка, применение этой шашки, может избавить вас от белокрылки. И что самое важное, всё это можно делать, например, даже не сейчас, а после того, как вы высадите рассаду. Это не помешает ей, а ещё даже, как больше отпукнёт всех этих насекомых, вредителей, которые ещё, может быть, ещё прибудут вам через открытые двери. Вот сейчас будете открывать всё. Я вот выбрала эту именно шашку, потому что уже говорю, что у меня там посевы, но насекомых очень-очень много. И вот весной, когда вы решите, что вам нужно обработать какие-то помещения от шашек, я вас прошу внимательно читать инструкции, и давайте ещё раз выясним, какая шашка всё-таки вам нужна. Если вам нужно обработать подвал, когда он уже пустой, без продукции, без картофеля, без свеклы, без моркови, если у вас там много деревянных полок, бетонный пол, там кафель, бетон, для всего для этого подойдёт идеально шашка фас. Но если у вас там ещё хранятся ваши овощи, фрукты, картофель, морковь, свекла, всё, что может отравить вот эта шашка, лучше, конечно, применять вот такую вот, из натурального природного вещества, из табачной пыли, табачную шашку, вот такую. Также, если вы решите обработать теплицу, если в прошлом году у вас, например, было там очень много насекомых, вот вы не знаете, что делать, вот эту шашку применяйте только в крайних-крайних случаях, потому что она окисляет каркасы металлические теплицы, потому что она убивает всё живое в грунте. Всё-таки лучше применять вот такую щадящую шашку, которая не оказывает никакого негативного влияния на растения, но всё-таки убивает всех-всех вредителей. Так что, какая шашка вам нужна, вы должны решить сами. Но есть выбор между вот более мягкой шашкой и более жёсткой. Какая вам нужна, вы, конечно, будете теперь немножко как ориентироваться, что если нет никакой продукции, если нет растений, если нет ещё неудобрили вы землю в теплице, то можно в крайнем случае вот здесь вот. И можно всегда подвалы, погреба, пожалуйста, вот этими шашками. А если всё-таки у вас теплица, где у вас плодородная земля, где у вас, возможно, уже растения, но тревожат вредителей, то лучше всего вот такая шашка табачная. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сейчас я прям сейчас пойду зажигать вот эту шашку в свою теплицу, где у меня посажена капуста. Я вам всё покажу, и вы сами посмотрите, как эта шашка действует. И будете знать уже, когда сами, например, будете применять, будете знать, как это делать. Всё, до свидания.